Межнациональное согласие в масштабах полуострова и отдельно взятой крымской семьи – это не мифа-реальность. И тому есть множество подтверждений. Примерно в каждой пятой-шестой паре Крыма муж и жена принадлежат к разным культурам. Сердцу не прикажешь, утверждают влюбленные Екатерина Зуева, изучила премудрости многонациональных семейных уз. Этот ионский хорят меня держало конфеты, да? Понятно, как всегда. А несчастливы вместе уже 41 год. И пусть национальности разные, любви – это не помеха, говорит Ольга Захаровна. Она армянка, её супруг – караим. В этой семье всё всегда делают вместе. Даже на стол накрываются обща. Я как за каменной стеной. Ни за что у меня голова не болит. У меня всё – добычи. Ольга Армели никогда бы не подумала, что найдёт мужа за две тысячи километров. Молодость провела в Армении, будущий супруг – в Крыму. Познакомились на свадьбе её двоюродного брата. Никогда не поднимался национальный вопрос. Кто, зачем, что, почему. У меня много родственников и русских, и грузин. И вот сейчас вот и армяне появились. И евреи есть родственники, и белорусы. Господи, кого только нету. В этой семье, как и в каждой, находится место ссором. Но о разводе здесь никогда не говорили. Даже в мыслях не возникало. Вот меня дразнили караимский пирожок. Напротив жила Аня Арнацкая, её дразнили русская галушка. Но это было без обиды, это было дружески, с любовью. Мужа так дразнили, а вот жена отменно научилась готовить национальное блюдо караимов и даже разнообразила его армянскими кулинарными хитростями. Посмотрите, какая красавица. Молодая, красивая, восточная красавица. Это тот редкий момент, когда они вместе пересматривают фото. Удивительно, семья с разными культурами. А вот свадьбы играли в русской традиции. Нет, главное пьёмочки, смотри. А сейчас такая скромная, не пьёт. И таких счастливых разнонациональных семей в Крыму много, говорит заместитель министра юстиции Республики Крым Наталья Пельё. Статистику конкретно сколько, никто не ведёт. Да и зачем. Главное – взаимная любовь. Свидетельствуют те сохранившиеся уникальные актовые записи и довоенные, и военного периода, и послевоенные, которые выписаны на латинице, на русском, украинском языках. Это говорит о том, что Крым всегда был многонационален, и наши национальности жили дружно, регистрировали браки и рожали общих счастливых детей. И такие растут в семье Рамиля и Марины. Они воспитывают сына и дочь. В браке уже больше 10 лет. Он татарин, она русская. Я, когда его первый раз увидела, я сказала, какой хорошенький. И, в общем-то, вот это было определяюще. Родители Марины были не против выбора дочери. А вот мама Рамиля советовала сыну всё же не торопиться с выбором спутницы. Ну, мне мамочка, да, пару раз сватала. Говорит, о, татарочка идёт, посмотри, какая симпатичная. Но в итоге надо отдать должное родителям. Они нас приучили к толерантности, к терпимости, что ли, вероисповеданий. И я думаю, что любовь, она сильнее, нежели национальный признак человека. Они сыграли свадьбу, но только в фильмах на этом счастливом моменте всё заканчивается. В жизни только начинается. Марине было сложно привыкнуть к большой татарской родне. Но потом накопились и плюсы. И Пасху отметили, и Курбан-Байрам погуляли. И на Сабанту сходили. И, в общем-то, вы знаете, в этом только плюс. Потому что и наши дети, они узнают культуру и мусульманскую, да, и православие. Эти две истории – пример национального единения не только в каждой отдельной семье, но и во всей республике. Вообще всё большее количество крымских пар стремится узаконить свои отношения. Прошлый год вырвался в лидеры и обогнал 2013-й на 3000 счастливых семей. А в первом квартале этого года уже 2500 пар официально зарегистрировали свой союз на полуострове. Екатерина Зуева, Андрей Трещук и Денис Тищенко. Время новостей.